Всем привет, это канал о домашних животных и сегодня поговорим с вами о стерилизации кошек. Плюсы, минусы и что нужно об этом знать. Одним из самых популярных домашних животных является кошка. Уход за ней не отнимает много времени, а дом наполняется уютом и весельем. Особенно симпатичные котята, они напоминают маленькие клубочки. С возрастом у кошки меняется характер и потребности. Инстинкты берут верх, и питомец начинает искать полового партнера. У животного меняется настроение и пропадает аппетит. Чтобы облегчить жизнь и хозяевам, и кошке можно провести стерилизацию. С возрастом у кошки начинают активно вырабатываться гормоны в яичниках. Это приводит к серьезным переменам в жизни питомца. Резкие смены настроения, отсутствие аппетита, громкие возгласы, метки и прочее. Это признаки половой охоты, когда животные ищут партнера для спаривания. Если хозяева не планируют разводить котят, лучше всего провести стерилизацию. Эта процедура подразумевает удаление яичников. Оптимальный возраст для стерилизации от 1 года до 10 лет. Котятам нельзя проводить операцию, их организм еще недостаточно окреп. Но и затягивать с процедурой тоже нельзя. Иначе у питомца могут развиться болезни репродуктивных органов. Животное нельзя кормить за 12 часов до операции и давать воду за 3 часа. Иначе в процессе возникает рвота. Перед стерилизацией ветеринар может потребовать сдачу анализов и ультразвуковое исследование. А также подход к кардиологу и терапевту. Так специалист убедится, что кошка положительно перенесет операцию. После стерилизации ветеринар даст точные указания по уходу и питанию животного. Если будут отклонения в поведении и здоровье, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Преимущества стерилизации. Хоть многие хозяева и волнуются о будущем своего питомца, стерилизация имеет множество плюсов. Например, регулирование нежелательного потомства. Взрослая здоровая кошка может катиться 4 раза в год. Хозяевам придется определиться с дальнейшим местом жительства котят. Повезет, если окажутся добрые люди и возьмут их к себе. Недобросовестные люди выкидывают малышей на улицу, что увеличивает численность бродячих котов. Если человек не желает заниматься разведением семейства кошачьих, стерилизация – самое лучшее решение. Улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни. По статистике, питомец, которому провели операцию, живет на 3-4 года дольше. Большой ошибкой является нежелание хозяев отдавать животное на стерилизацию. Они предпочитают периодически покупать таблетки или капли, притупляющие половую охоту. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до раковых опухолей. Снижение потребностей бродяженчества. Это относится к тем животным, которые привыкли периодически гулять на улице. Порой они доставляют большие проблемы хозяевам. На улице питомец может столкнуться с другими зверями, что приведет к драке и травмам. Там полно грязи и микробов, источников болезней и инфекций. Отсутствие мяуканий, меток и других признаков половой охоты. Когда кошка зовет котов, делает это она очень громко и неприятно. Эти звуки доставляют неудобства хозяевам и даже соседям, особенно по ночам. Некоторые особи начинают гадить в доме, даже если годами приучены ходить в лоток. В этот период у животного вырабатываются плохо пахнущие вещества, что еще больше вредит хозяевам. Но все-таки стерилизация это хирургическое вмешательство, и бесследно оно не пройдет. У процедуры есть и свои минусы. Восстановительный период. После операции приходится более тщательно следить за состоянием животного. Обычно этот период длится 2 недели. Врач назначает строгую диету. Некоторые особи теряют аппетит после стерилизации. Когда кошка еще не пришла в себя после наркоза, она даже не может стоять на лапах. Лучше всего положить ее на кровать или мягкую подстилку, и не отходить от нее несколько часов. После процедуры питомцу надевают тканевую попону, чтобы в швы не попадала грязь или инфекция. Некоторые очень негативно относятся к этой одежде. Снимать ее можно после срока, который назначит ветеринар. Возможные осложнения. Они возникают достаточно редко, но риск все-таки есть. После операционный шов может загноиться, и если своевременно не обратиться в клинику, появится осложнение. Какое-то время у кошки может совсем пропасть аппетит и жажда. Ее придется кормить с помощью шприца. Если хозяева соблюдают все рекомендации ветеринара, период восстановления пройдет быстро и без осложнений. Все остальное зависит только от профессионализма врачей. Чтобы избежать последствий, назначаются анализы и медкомиссии. Повышенный аппетит и ожирение. Большинство питомцев после стерилизации начинают активно питаться. Также меняется образ жизни кошек. Она становится спокойнее и менее активной. Повышенный аппетит и низкая активность приводят к ожирению. С возрастом это может спровоцировать проблемы со здоровьем, особенно с сердцем. Чтобы избежать этого, рекомендуется кормить кошку специальным кормом для стерилизованных животных. Стоит он дороже, чем обычный, но зато послужит профилактикой болезней. Противопоказания. Стерилизация может негативно повлиять на старых кошек от 10 лет и старше. Они хуже переносят наркоз. У них сильнее выражены побочные эффекты. Некоторые породы имеют заболевания, запрещающие проводить им хирургические вмешательства. У породистых особей есть свои предрасположенности к осложнениям после операции. Все риски будут видны после сдачи анализа и прохождения терапевта и кардиолога. Если у ветеринара есть подозрения на ухудшение здоровья, он обязан предупредить хозяина питомца и назначить медкомиссию. Стоит ли проводить стерилизацию? Операция может изменить характер и здоровье кошки. Однако это наилучшее решение, если хозяин не желает разводить котят. Временное решение капли или таблетки могут лишь усугубить положение. А хирургическое вмешательство решит проблему раз и навсегда.